Всем привет! Это 4D четкий футбол и мы будем говорить о самых интересных событиях этих выходных. Чемпионат России пока на паузе, поэтому мы концентрируемся на европейском футболе и, разумеется, очень много сегодня будем говорить о лучшем чемпионате, самым ярком, самым веселым, самым жарком чемпионате на свете, чемпионате Италии, где был сыгран матч Милан-Наполи, которого все так ждали. И он получился настолько, настолько мне не хватает слов, у нас у всех не хватает слов, поэтому о нем мы говорить не будем. Он закончился 0-0. Ну, Владимир Стагниенко, конечно же, все-таки расскажет о матче Лацио-Ювентус, который тоже имеет некоторое значение. Для чего-то, кажется, там, а Ювентус чемпионом станет. Ну, это понятно все. Поговорим немножко о чемпионате Германии, поговорим о том, что происходит в Монако. Там интересные события, там вот человек входит в одну реку дважды. Говорят, что Жардим даже не уезжал из княжества Монако, потому что понимал, что Тирианри долго не продержится и просто ждал, когда его позовут обратно. В общем, все самое интересное, что произошло в Европе футбольной на этих выходных в программе 4D четкий футбол. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, не пропускайте наши выпуски. Главный итог первого тайма в противостоянии Лацио-Ювентуса. Лацио играл просто лучше. Великолепное движение в центре поля, отличный прессинг, хороший переход в атаку. Ну и, в общем, более-менее в обороне. Чуть-чуть не хватало какой-то выдумки уже вот в самой последней фазе. Ну, смотри, не хватало какого-нибудь Филиппа Андерсона. Ну и, конечно, в завершении нужно было и в первом тайме, и особенно в начале второго быть почетче. Но Лацио был лучше. С другой стороны, сколько таких матчей, когда Ювентус играл хуже. А Ювентус играл очень плохо. В отсутствие пьянича в центре поля мяч вообще не держался. До атаки мяч практически не доходил. Ювентус играл плохо. Ну и вот Лацио забил один. Второй забить не смог. Кучу моментов упустил. А потом Ювентус взял и забил два раза. Я думаю, что пенальти в этом матче был назначен правильно. Ну и здесь просто сказался в целом, сказался класс. Но если говорить о перспективах Ювентуса, учитывая, что не так много времени до матча с Атлетикой осталось, пока как-то Ювентус, честно говоря, совершенно не радует. Не устаю поражаться росту цен на игроков в современном футболе. Кажется, что этому процессу просто нет конца, как инфляции в Зимбабве или в Венесуэле. Ну вот, например, слух, что Макси Гомес, лугвайский нападающий с Цельты, может оказаться в английском Вестхеме за 50 миллионов евро. Тут даже не применительно к Макси. Он хороший нападающий, хотя, может быть, даже не лучший сезон проводит, но тем не менее. Тут интересна другая ситуация, что переход футболиста из одного среднего клуба в другой тоже уже может стоить 50 миллионов евро. Из Цельты в Вестхем. Очень средний клуб. Команды даже из нижней части, я бы сказал. 50 миллионов. Второй пример. Бавария очень хочет купить у Челси тинейджера Хадсона Оде. И почти уже договорилась. С игроком, с клубом пока договариваться не может, но этот трансфер тоже оценивается в те же самые 50 миллионов евро. То есть 50 миллионов готовый заплатить за человека, который пока сыграл в английской премьер-лиге порядка 50 миллионов. Огромное, правда же? Да, игрок очень талантливый. Но, понимаете, смысл этих 50 миллионов заключается в том, что Бавария хочет сейчас заплатить 50, чтобы потом ей не пришлось платить 100. А дорастет ли Хадсон Оде до этих 100 миллионов? Или до 150? Это пока неизвестно. Но Бавария уже готова заплатить 50, чтобы избежать впоследствии переплаты. То есть сумасшедший, конечно, рост цен. И будет ли это конец или край представить совершенно невозможно. Бавария выиграла уверенно. Бавария выиграла у Штутграда со счетом 4-1. Но вот я опять в который раз смотрю или комментирую матч Баварии. И, честно говоря, я не готов сказать, что Бавария все свои проблемы решила. Хотя, да, конечно, огромное количество побед в Бундеслиге подряд. С 1 декабря Бавария в Бундеслиге только выигрывает. Да, был матч с Айтрахтом на выезде. Там Бавария сыграла очень здорово, контролируя ситуацию полностью. Но вот и матч с Хофенхаймом в первом туре после зимней паузы. И сейчас против Штутгарта, а это 16-я команда Бундеслиги на сегодняшний день, пусть место немножко не соответствует потенциалу команды. И там хороший подбор футболистов. И там приличный главный тренер. И, наверное, Штутгарт не будет серьезно бороться за выживание. Но, тем не менее, посмотрите первый тайм. Бавария забивает. Бавария периодически засыпает. Бавария, нельзя сказать, что полностью в состоянии обезопасить свои ворота. Ну, пропускать дальним ударом это хорошо. Каждый может иногда вот так вот издали стукнуть, как сегодня этот Донис сделал. Но ведь после этого был у Штутгарта еще один хороший момент, когда тот же Донис мог оформить дубль, и Штутгарт вышел бы вперед. Да, во втором тайме Бавария создает моменты в большом количестве, забивает еще несколько мячей, выигрывает крупно. Это все приятно, конечно, баварским болельщикам видеть. Но, опять же, у Штутгарта при счете 2-1. А это всего лишь Штутгарт. Это всего лишь Штутгарт. Тоже есть моменты. И Штутгарт там попадает в штангу. А это еще раз один из аутсайдеров чемпионата Германии. И вот в связи со всем с этим, честно говоря, пока за Баварию несколько тревожно. Да, если Штутгарт такие моменты создает, то что же будет делать Ливерпуль в плей-офф Лиге Чемпионов на Энфилде, да и на Альянса-Арене? Что же будут делать более серьезные соперники Баварии в Бундеслиге? Ну, наверное, мы узнаем это уже в ближайшее время. Потому что в Кубке Германии Бавария будет играть с Гертой. А Герти Бавария во времена своего серьезного кризиса в этом чемпионате уже проигрывала. В чемпионате страны в следующем туре Бавария играет в Ливеркузе с Байером. А Байер сейчас команда, конечно, с придурью, откровенно говоря. Веселая команда, да, выиграла у Вольсбурга 3-0. Но эта команда очень опасна именно в атаке. И Петер Бош, это новый главный тренер Байера, не тот человек, который будет от обороны играть. И там, в общем, может по-разному матч очень сложиться. Он, наверное, будет гораздо более показательным для того, чтобы оценить состояние Баварии на сегодняшний день. А так, в целом, пока ситуация в чемпионате Германии не меняется. Потому что и Дортмундская Барусь свой матч выиграла уверенно. Ганубер в какой-то момент развалился. И за несколько минут буквально пропустил три мяча. У Дортмунда забили абсолютно все, кто только хотел это сделать. Ройс, Гетц и даже Хакими. В общем, борьба за титул в Германии продолжается очень и очень серьезная. По-прежнему 6 очков между этими командами. По-прежнему очень интересно за всем этим наблюдать. Продолжаем следить за всем происходящим в Монако. На этой неделе новости были еще лучше, чем матчи, которые манигаски играли на выходных. Увольнение Тириан Ри. Сначала перед этим еще отстранение половины команды от работы с Основой. И, конечно, возвращение Леонардо Жордима. Сейчас кажется, что Рыболовлев и Васильев, руководители Монако, допустили очень большую ошибку, уволив Жордима. Да, что-то не получалось в начале сезона, команда реально плохо играла. Но и очень сильно не везло. А при Анри, конечно, качество игры еще упало. И первая фаза атаки, и доводка мяча до штрафной. Да и, собственно, в штрафной даже Фалькао действовал далеко не лучшим образом. Сейчас думаю, что Жордим наладит все-таки игру, и Монако выправит свое положение. Как раз-таки вот в прошлом выпуске я говорил за счет индивидуальных качеств игроков. Но сейчас, я думаю, будет уже и микс из тренерских идей. Тем более состав усилился. Да, если налада не будет хватать в каждом своем матче удаления, то будет вообще прекрасно. Интересно, что будет с Александром Головиным. Вернется ли Монако на схему с четырьмя защитниками. Но думаю, что сейчас все-таки все будет получше. Поэтому возвращение Жордима – это очень хороший шаг. И, видимо, еще и руководители Монако помирились наконец с Жорджем Эндышем. И, возможно, португальский агент привезет, и, может быть, даже сейчас зимой и летом, своих новых перспективных клиентов. И Монако вернется на те позиции, на которые мы привыкли видеть в последние годы. У Анри совсем ничего не получилось в Монако. Теперь это уже официально. Он уволен, Жордим возвращается. Почему так случилось? Я думаю, что ответ кроется где-то даже в первой пресс-конференции Анри, где он сказал, что для него тренерский ориентир – это Пеп Гвардиола. К сожалению, все свелось к общим принципам. То есть прессинговать повыше, владеть мячом побольше. А как именно футболисты Анри, молодые в основном футболисты Монако, должны были это делать, Анри не мог объяснить. И, скорее всего, у него даже у самого детального понимания этого нет. Потому что, когда он работал на Sky Sports, это тоже прослеживалось, что он в детали уходить совершенно не умеет. Очень общими вещами ограничивается, практически отвечая на любой вопрос. В Монако это проявилось. Команда по цифрам стала действительно больше распасовывать, смелее прессинговать. Но прессинг приводил к провалам, потому что не приводил к отборам, а приводил к провалам в центре поля. Владение не было эффективным. И в итоге постепенно из-за неспособности донести свои идеи команде Анри разругался практически со всеми футболистами. В конце уже было очень много инсайдов. Говорили, что он высокомерен, что он не может нормально общаться с футболистами. Часть футболистов, он перед тем, как его отстранили самого от команды, отстранил от работы с первой командой. Поэтому очевидно, что Анри был просто таким классическим примером футболиста, который был суперзвездой. И считает то, что каждый в каждом клубе, даже небольшом, должен соответствовать такому же уровню. Итак, наш мега-позитивный хит-парад. И на третьем месте, конечно же, Аталанта. Команда, которая всегда играет в атакующий футбол. И пусть успехи Аталанты – это оборотная сторона позора Ромы, которая ухитрилась 0-3 превратить в 3-3. Но тем не менее, Аталанта, ее главный тренер, Гасперини, настоящие молодцы. Люди играют в живой футбол и делают счет 0-3, превращают в счет 3-3. А могли бы выиграть. И опять забил Сапат. На втором месте победа у Умблдона в Кубке Англии над Вестхэмом. Команда, которая в Лиге 1 находится на дне, выигрывает со счетом 4-2 в Кубке Англии у Вестхэма. У Вестхэма, игравшего практически основой, молодцы. Крутые мужики. Я помню прекрасно всю эту их историю с потерей названия, как они с МК Донс там спорили. Ну вот, взяли и выиграли. И Скотт Вакстав забил 2 мяча. Мой кумир Скотт Вакстав. И на первом месте Денис Черышев, который забил мяч за Валенсию. Говорят там, что сложности у него. Говорят, что его освистывают болельщики Валенсии. Слушайте, что касается тех, кто освистывает, да пошли мне в жопу. Пусть у Дениса все будет хорошо. Он хороший парень. И когда у него нет проблем со здоровьем, умеет играть в футбол очень хорошего уровня. Так что Денису просто успех. Что касается нашего унылого хит-парада, то на третье место мы отправляем команду Хитафи, которая, в принципе, далеко не всегда забивает много мячей. А в ворота мадридского Атлетика не может забить уже лет 8, по-моему, с 2011 года. И опять они этого сделать не смогли. 0-2. Атлетик уверенно выиграл. А Хитафи был умный. Что касается второго места, то туда отправляется матч Милан-Наполе. И даже больше претензий здесь к Наполе. У Карла Анчелотти достаточно ресурсов, чтобы играть не в такой, прошу прощения, говенный футбол. Это просто был отстой из отстоев. Это дно. Это уныло. Это плохо. Это тускло. Это серо. Я вот смотрел. Просто оплевался весь. Милан тоже, честно говоря, так себе. Но Милан и то было лучше. Ну и на первом месте. Милол против Эвертона. Английская олдскульная школа. Олдскульная школа. В общем, английские негативы тоже иногда выныривают, выпрыгивают. На этот раз болельщики Милола позволили, как говорят себе, какие-то российские скандирования. И по этому поводу уже идет расследование. Да еще и были столкновения болельщиков Милола, то ли с фанатами Эвертона, то ли не поймешь с кем. Ну, в общем, беспокойно там было тоже. Но, собственно, Милол со своим стадионом Дэ Дэн всегда считался хранителем вот этого вот. Того, что вроде бы ушло уже из английского футбола. Но, тем не менее, казалось бы, подзабыли за последнее время. Не зря. Не зря говорят, что в Англии традиции живут в самых разных областях жизни. У меня вопрос с Кириллом Дементьевым. Кирилл, сегодня во Францфутбол появилась информация о том, что Бенджамин Павар может быть выкуплен Баварии уже этой зимой. Насколько француж нужен сейчас Баварии? И на какую позицию? Право защитника или все-таки центрального? Вопрос понятен, Александр. Хотя, скорее всего, Павар в Баварии не окажется все-таки зимой, а перейдет летом. Но смысл в том, что действительно Бавария очень хочет укрепить свою оборону. Причем уже сейчас. Помните несостоявшийся трансфер Люки Ирнандеса, который тоже, возможно, состоится летом? Проблема в том, что Бавария недовольна игрой своих защитников. И конкретно Матса Хумельса и Джерома Баатега. Они, очевидно, сдали за последние годы. То ли утратили мотивацию, то ли еще что-то. Они ведь еще не стали, ребята, всего там по 30 лет. Но, очевидно, что они играют хуже, чем сами играли там год или два или три назад. Таким образом, и Павар, и Люка Ирнандес должны усилить игру обороны Баварии. Помимо всего прочего, дать хорошего пинка под зад и по Атенгу и Хумельсу. То есть, чтобы они, наконец, проснулись, вспомнили, что они футболисты, и должны все-таки показывать игру, достойную игроков в Баварии. Так что вот именно этим я объясняю вот эту активность зимнюю Баварии, которая, правда, видимо, в итоге не выльется в реальные трансферы. Продолжение следует...